Накануне завершился срок подачи документов на зачисление в ВУЗы. На 6 тысяч бюджетных мест пришлось 45 тысяч заявлений от абитуриентов. То есть практически 10 человек претендует на одно место. Среди лидеров технические и классические университеты. Желание там учиться изъявила половина поступающих. Следующими в топе идут педагогические и медицинские ВУЗы. Наибольший конкурс – несколько десятков человек на место среди будущих чиновников, а также по-прежнему экономистов и юристов. К сожалению, продолжает сохраняться ажиотажный спрос на финансовые направления. То есть все, что связано с экономикой, государственное и муниципальное управление. А это вот у нас конкурс 40 и выше. Конечно, для кого-то это профессия мечты, но вряд ли сейчас абитуриенты задумываются, что после окончания ВУЗа их будет ждать совсем другой конкурс. Дело в том, что рынок труда юристами и экономистами перенасыщен. Значительная доля соискателей приходится именно на представителей этих профессий. По данным службы занятости, на одну вакансию бухгалтера претендует несколько человек. На рынке труда экономистов и юристов предложение превышает спрос более чем в два раза. Например, сегодня в Краевом банке вакансий заявлено 360 вакантных рабочих мест по профессии бухгалтер. В то время как соискателей таких порядка 700 аналогичная ситуация наблюдается и со специалистами юридического направления. А между тем растет спрос на квалифицированных рабочих. 65% всех вакансий в Крае – это места для поваров, слесарей, фрезеровщиков, операторов и наладчиков сельхозоборудования. Стабильно требуется медицинский и педагогический персонал. В последнее время выросла потребность в IT-специалистах. В справедливости ради стоит отметить, что Минобразование отвечает на эту тенденцию. Снижает количество бюджетных мест для экономико-юридического направления и всячески повышает престиж рабочих и инженерно-технических специальностей. Как результат, еще четыре года назад разрыв между спросом на экономистов и предложением был значительно больше. Вакансий в этой сфере было в четыре раза меньше. Юлия Демидова, Андрей Печоркин. Наши новости.